Вообще, честно практикующий нотариат в России возник в 93-м году. Как раз в феврале месяце были приняты основы законодательства Российской Федерации о нотариате. И как раз все эти бурные 90-е годы, сделки с недвижимостью, были в обязательной нотариальной форме. Я думаю, что на тот момент нотариат удержал гражданский оборот. Потому что началась приватизация, у граждан появились квартиры, вообще у граждан появилось какое-то имущество в собственности. И когда государство наше уже оперилось, посмотрело, говорит, да зачем же нотариусы вы нужны, и очень дорогая у вас форма сделки. И либеральные законы на тот момент у нас вносились в наше государство. Решили, что граждане самостоятельно смогут купить квартиру и уж точно самостоятельно ее продать. Что нужно будет сделать? Обратиться в органной регистрации сделок с недвижимостью. Я думаю, что у Украины хороший опыт, когда нотариус является и лицом удостоверяющим сделку, и регистрирующий. Это происходит одномоментно. У нас это разорвалось, и постепенно от нотариусов люди уходили. Более того, лебилась огромная пропаганда про то, что у нотариуса все это дорого. Но вот как раз, если мы возьмем те 90-е годы, мы во многом сохранили людям их имущество, либо сохранили их деньги, которые не были потрачены за мошеннические сделки. Наверное, напрямую мошенников было больше вот в тех. Они не так боялись, они приходили. Сейчас либо это люди, может быть, несколько изменились, они не столь разнузданы. Но к нотариусу мошенник пойдет, скорее всего, в очень такой ситуации, я не знаю, иной как бы я... Потому что еще на стадии беседы ты уже понимаешь, что это мнимая сделка, что на самом деле ничего не происходит. И вот сколько я не удостоверила сделок, много не удостоверила сделок.